Привитый пёсель. Это ли не прекрасно? А знали ли вы, что Коростынь это немножко Париж? Это просто зашквар. Если дойдет это до местных властей, я очень прошу сделать пешеходный переход. Хотите, друзья, за полминуты расскажу вам, как угробить историческое здание. Думаю, Коростынь может побороться за звание самого спортивного города Украины. Смотрите, какая красотень. Всем привет, друзья! Привет-привет! Новый 50-й, юбилейный город нашего проекта, и это Коростынь. Поехали! Этот ролик выходит при поддержке патронов моего канала. Попасть в этот почетный список можете и вы. Поддержите канал, получите доступ к закрытым материалам и попадайте в каждый ролик. Ссылка на Patreon в описании. Коростынь – это город на Житомирщине с населением чуть более 60 тысяч человек. Думаю, не каждый знает, что он имеет богатейшую историю. Когда-то Коростынь был центром древлянской земли, а сегодня это всеукраинская столица Дерунов. Какие легенды хранит себе Коростынь, чем интересен он для туриста, а также что представляет из себя сегодня? Обо всем этом вы узнаете в ближайшие пару десятков минут. Честный обзор со всеми плюсами и минусами. И, конечно же, в конце ролика мы выставим Коростыню оценки по 12 туристическим критериям. Мы приехали в Коростынь вечером, то есть у нас есть несколько часов на знакомство с ним сегодня и примерно полдня, чтобы погулять завтра. Но, конечно же, для вас это будет один единый ролик. Первое впечатление, которое создает Коростынь – это город очень зеленый, это центральная улица города. Смотрите, сколько зелени за моей спиной. Сегодня мы вам покажем, так скажем, современную часть города, ну а завтра окунемся в историю. Пойдемте. Ну а я напоминаю, что всем зрителям моего канала Париматч дарит бонус – 2500 гривен. Для того, чтобы его получить, нужно перейти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться, пополнить счет и, собственно говоря, все. Бонусом вам упадет почти 100 долларов. Ссылочка в закрепленном комментарии, не забываем. Моя любимая тема во многих городах Украины – это заборы. Заборы – это зло. Если вы не знаете до сих пор об этом, то почитайте мой пост, он тоже в закрепленном комментарии. Вы сразу поймете, а здесь в Коростыне заборы мало того, что не функциональны абсолютно, потому что людей здесь защищают деревья, и это правильно, так они еще и старые, понимаете, их нужно красить, обновлять, но лучше их демонтировать. Лучше вот эти деньги потратить на демонтаж этих заборов, потому что они уже совсем старенькие, и город будет визуально гораздо приятнее. Маскаленко, уходи. Интересно, кто такой Маскаленко? Я не особо шарю в украинской политике, пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, это какой-то местный шишечка? А вот это, друзья, сразу бонус городу – привитый песель. Стерилизованный, чипированный. Это ли не прекрасно? Без камеры с нами только что поговорила женщина, она постеснялась под записью это сделать, но сказала, что город активно занимается стерилизацией, и приезжают девочки из Житомира, то есть есть какие-то городские активисты здесь, в Коростыне. Они договариваются, приезжают девочки из Житомира и стерилизуют, чипируют собачек. Это прям лайк, друзья. В Коростыне не все в порядке с дизайн-кодом, и нужно постепенно его вводить, заниматься этим делом. Мы знаем, что во многих городах Украины, которые покрупнее, естественно, Киев и Львов, там уже есть эта мода. До маленьких городов пока что дизайн-код не дошел. Но будем надеяться, что и в Коростыне он тоже со временем появится. А вообще, смотрите, приятный, молодежный, зеленый город, низкоэтажный, по которому приятно гулять. Вот такие первые впечатления. А как вы думаете, что это такое? Вы, наверное, думаете, что это просто лавочка, но нет, это знаменитые остановочные павильоны Коростыня. Вот такие тут остановки. А по правую руку мы видим распрекрасную водонапорную башню. Правда, она уже в том илосе так изрядно, там даже наверху деревья растут. Но вот как памятник архитектуры она стоит. Интересный факт. Центральных площадей в Коростыне две. Возможно, они неравностатусные, но для нас, туристов, было очень похоже на то. Причем находятся они буквально через квартал друг от друга. Первая довольно старенькая. На ней стоит памятник молодежи 20-го столетия. Несколько лавочек и, в общем-то, все. Есть батут и каршеринг для детей, но это, понятное дело, только в теплое время года. В остальное время тут, вероятно, пусто. Зато не пусто на центральном стадионе, который находится совсем рядом. Признаюсь, когда мы к ним ушли, восторга такие картинки не вызывали. Но сама арена для маленького города очень даже приятная. Я, надо сказать, приятно удивлен. Не то, чтобы в Коростыне, конечно, супер-вау-современный стадион. Этого сказать нельзя, но хорошего качества футбольное поле, неплохое беговое покрытие, множество спортивных площадок и людей здесь, как показатель, много. Вы только посмотрите, какая красота. Думаю, Коростынь может побороться за звание самого спортивного города Украины. Хотя следующий момент нам так не показалось. Гуляя по Коростыню, обратили внимание на то, что здесь очень много объявлений в помощь нарко- и алкозависимым. Скажите, пожалуйста, в комментариях, может быть, это какая-то проблема для города? С чем это связано? Мы снова вышли на центральную улицу города и продолжаем гулять по ней, по улице Грушевского. И вот здесь увидели такую штуку. Заброшенный кинотеатр «Октябрь». Смотрите. Судя по всему, давно он уже ничего не показывает. Никакие фильмы. Воу-воу-воу-воу. Ну, это, конечно, только под снос. Печально. Друзья, а знали ли вы, что Коростынь – это немножко Париж? Да-да, не удивляйтесь. В Коростыне есть собственная Эйфелева башня. Обращаю ваше внимание, что Эйфелева башня вот эта выполнена в национальных узорах, как на вышиванке. Смотрите. Вот так вот красиво. Наверху написано «Слава героям-ликвидаторам». Это, видимо, посвящено Чернобыльской катастрофе. И вот такая Эйфелева башня есть в Коростыне. Рядом еще есть, точнее, была какая-то инфодоска, инфотабличка, где было написано наверняка, кто установил все это дело и какая-то полезная информация. Но почему-то эту табличку сперли. Люди, зачем вы сперли табличку? Хотите, друзья, за полминуты расскажу вам, как угробить историческое здание? Посмотрите наверх. Видите, лепнинки какие-то, красивый балкончик. А вот теперь смотрим вниз, да? Пристроили какое-то пластиковое барахло. Потом у нас идет несколько баннеров. Какие-то навесы, кондиционеры. Еще одна пристройка. Куча телевизионных тарелок. И, в общем-то, теперь здание больше не представляет исторической ценности. Это у нас отель Коростыне. В советские времена, наверное, в каждом городе был одноименный отель. И тут около него остатки былой роскоши. Какие-то фонтанчики, видимо, тут были. Но, к сожалению, сейчас все это выглядит печально. И вот транзитом через все эти моменты мы дошли до действительно главной площади города. Почему я так уверен в этом? Потому что здесь не памятник молодежи 20 века, а фонтан, местная рада и композиция «Я люблю Коростынь». Вот это у нас городская рада Коростыня. И около нее есть несколько моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первый момент – это вот этот памятный знак, который говорит нам о том, что в 1589 году город получил магдебургское право. Кстати говоря, раньше Киева. Тут есть у нас еще QR-код. Давайте проверим, работает ли он. Друзья, вы знаете, он ведет на казино. Вот это, конечно, зашквар. Это просто зашквар. Реально, на казино ведет этот знак. Его нужно срочно убирать. Из плюсов, что мы видим? Мы видим постриженные кустики. В общем-то, вот это что-то заболел, видимо, кустик, но остальные в порядке, и садовник работает на совесть. Здесь у нас корой присыпано, все хорошо, нет открытого грунта. Это прям лайк. Ну и хочу обратить внимание на саму надпись «Я люблю Коростынь», которая, к сожалению, выглядит так себе. Около центральной площади точно такие же фонарики, ну вот в таком же стиле, как выполнена вот эта Эйфелева башня. То есть это, видимо, был какой-то проект. Ну, кто знает, напишите. Смотрите еще, какую штуку тут нашли. Опять же, около Рады. Туристический культурный информационный центр города Коростынь. Давайте посмотрим. Я надеюсь, что этот QR-код не ведет на казино. Так, проверяем. Фейсбук. Коростынь запрошена. Действительно, страница туристического центра. Респект. Вот это самый дом с QR-кодом туристического центра. И смотрите, как здесь расширяется проспект. Я не знаю, зачем такому маленькому городу шестиполосные движения. Это, по-моему, прям переборщ. А там уже виднеется какая-то церковь, но ее мы вам покажем чуть позже. Потому что сейчас мы оцениваем город немножко с другой точки зрения. Ну, вот, в общем, такие тут широченные дороги. Причем хочется отметить, что эта улица не является транзитной. И сам город не является транзитным. Как, например, Мелитополь. То есть вокруг этого города идет нормальная трасса. И почему было спроектировано шесть полос здесь, вообще непонятно. Кто знает, напишите в комментариях. Возможно, задумывалось, что город будет расти и расти, но так не получилось. Я лично не знаю. Напишите. Тут же мы нашли знак с гербом города и жизнеутверждающим лозунгом. Коростынь не сгорает в пламени. Откуда этот лозунг пошел, вы узнаете чуть позже. А пока полюбуемся на Краеведческий музей. Здесь очень активное автомобильное движение. Если человек хочет перейти на ту сторону дороги, а вот это, кстати говоря, Краеведческий музей, если человек хочет перейти на ту сторону дороги, зебры здесь нет. Он вынужден сначала переходить вот здесь, потом вот там, и затем еще один переход совершает. То есть три раза переходить дорогу для того, чтобы перебраться просто на противоположную сторону. Это очень неудобно, и если дойдет это до местных властей, я очень прошу сделать вот здесь пешеходный переход. Уже вечер музей закрыт, поэтому мы в него не пойдем. Да и в принципе мы по музеям, как вы знаете, ходим довольно-таки редко. Ну, в смысле, снимаем их редко. Но здесь я хочу обратить внимание, что если вы, правда, дойдете без травм до этого места, то вас ждет вполне себе такая годная смотровая площадка. Смотрите. По-моему, неплохо. Печально, друзья, что около Краеведческого музея есть вот такая вот заброшка. Во-первых, потому что это историческое здание, и оно представляет архитектурную ценность для города. Во-вторых, потому что это, наверное, самая дорогая в городе земля. И здесь можно было бы что-то разместить, чтобы это здание сохранить. Но я так походил, посмотрел, и, судя по всему, здание уже восстановлению не подлежит. На этом с современной частью города мы закончили, и плавно переносимся в следующий день. Но сначала, конечно же, любимая рубрика и наш отель, в котором мы остановились. Поехали! В Коростыне мы оценили одно заведение. Им стал ресторан «Колыба». Он выдержан в национальном стиле, обстановка очень приятная, но есть и несколько не очень хороших моментов. Сначала мы сидели на улице, а когда стало холодать, пледов заведения не оказалось. Хотя, как нам сказали, раньше они были. Ну и туалет, тот, который для уличной половины «Колыбы», прямо скажем, на двоечку. По кухне вопросов никаких. Порции хорошие, все вкусно. Поэтому, если будете посещать ресторан «Колыба», то советую пользоваться основным залом. Ну а поужинав, мы отправились в наш отель. Остановились мы в отеле «Монако». В нашем номере была хорошая и удобная кровать, в меру просторный туалет, рабочий стол и шкаф. За окном небольшая, зато собственная парковка и закрытая территория. Интересно, что на сервисе посуточных апартаментов квартир под сдачу в Коростыне нет, поэтому вам в любом случае придется останавливаться в отелях. И вот отель «Монако» – отличный вариант для этого. Ссылочку на него я оставляю в описании. Утро следующего дня выдалось вот таким, и, честно говоря, был риск того, что дальнейшие съемки Коростыня придется отменить, не показав вам самого интересного. Но в конечном счете погода сжалилась над нами. Ну что, друзья, второй день в Коростыне, и знатненько похолодало, скажу я вам. Всю ночь лил ливень. Это мы приехали, не беспокойтесь, скоро пройдет. Ну а мы, как я и обещал, идем знакомиться с исторической частью города. Открывает ее Кафедральный собор Рождества Христова, или Ольгинская церковь. Почему Ольгинская? Дело в том, что, как я уже говорил в начале, некогда Коростынь был центром древлянской земли. А именно древляне в 945 году убили князя Игоря. Его жена Ольга страшно отомстила за смерть мужа. Под раздачу попал и Коростынь, который княгиня сожгла до тла. Отсюда и тот самый слоган города. Ну а эту церковь, согласно легенде, она затем построила для самой себя, чтобы замаливать свои грехи. Друзья мои, чтобы вы сейчас имели представление, где мы находимся, за моей спиной краеведческий музей. То есть я перешел через ту дорогу, про которую вам говорил вчера. И вот здесь, на таком холме, находится, пожалуй, главный символ города, памятник Покрова Божьей Матери. Когда я готовился к сегодняшнему ролику, то я нашел информацию о том, что это едва ли не единственный православный религиозный памятник в Украине. Но на самом деле, мне кажется, что в Украине хватает православных памятников. Согласны ли вы с этим утверждением? Напишите в комментариях. Ну а справа от этого памятника находится дворец культуры имени Тараса Шевченко и памятник ему. Довольно симпатичные, как по мне, фонари в Коростыне. Они такие современные и в то же время национальные. Вот, в принципе, если бы по всему городу они стояли, то это было бы единообразно и очень даже симпатично. Но не по всему городу они стоят. Есть как бы стилистическое разногласие. Но как есть. Хочу обратить ваше внимание на вот эту табличку. Памятник Шевченко, скульпторы. Фещенко и Рожек. Виталий Рожек. И кто помнит наш ролик про Коростышев, это тот самый Виталий Рожек, который сделал шикарный парк в своем городе, в Коростышеве. Посмотрите ролик об этом городе обязательно. Вот и Коростыню тоже руку приложил. Респект. А тут у нас злой собакин. Злой собакин. Очень злой собакин. Тоже чипированный, кстати говоря. Смотрите на ушко. Прекрасно. Прекрасно. Собачка безопасна для людей. Несмотря на то, что показывает себя очень строгой. Около дворца культуры вот такая вот площадка. Очень большая. Тут, наверное, что-то проходит, какие-то праздники. Обычно. Но когда праздников нет, то есть, ну не знаю, 360 дней в году, здесь просто такая пустая площадь. И на ней особо делать нечего. Разве что можно посмотреть на проезжающие мимо поезда. А вот и обещанный парк Древлянский. Центральный вход в этот парк. И что мы видим? Мы видим инфодоску. Тут у нас информация на украинском языке. Правда, чуть-чуть она подстерлась уже. На английском. Тоже есть шрифт Брайля и два QR-кода. Один на аудиогид и второй это 3D-тур. Оба работают. Аудиогид, правда, там всего 2 минуты информация. То есть, ну, видимо, просто читают вот то, что здесь написано. Не знаю, не пробовали. В общем-то, вот так выглядит Древлянский парк. И давайте посмотрим. Он должен быть очень интересен. Практически у входа вас встречает памятник князю Владимиру, крестителю Киевской Руси. За ним находится большой фонтан. Поначалу он не работал, но с 12 часов дня его включили. Так что все окей. Рядом за лавочками притаился камень, установленный в честь юбилея города. В 2005 году Коростыню исполнилось 1300 лет. А еще в Коростыне есть оригинальный такой памятник Деруну. Я как любитель Дерунов, Драников по-русски, не могла пройти мимо. Этот памятник здесь стоит не зря, потому что вообще Коростынь считается столицей Дерунов. И здесь каждую вторую субботу, сентября, проходит фестиваль Дерунов. Очень много разных Дерунов. Можно попробовать. И в конце фестиваля люди голосуют и выбирают победителя «Самый вкусный Дерун». Здесь написаны еще стихи, посвященные Деруну. И также есть QR-код, который ведет на Википедию про этот памятник и рассказывает всю информацию. Древлянский парк как-то сразу располагает к себе. Там куча беседок, выполненных под старину и в восточном стиле. А вот это, например, не что иное, как детский парк развлечений. На каждом фонарном столбе цитаты выдающихся украинских деятелей культуры. Есть и памятник одному из них, Николаю Островскому. Правда, насколько я знаю, писатель родился на Волыне и не был связан с Коростынем. Возможно, я ошибаюсь, вы можете поправить меня, сами знаете где. Этот парк почему-то некоторые сравнивают с Софиевкой в Умане, но мне кажется, что они слишком разные. Но при этом каждый прекрасен по-своему. Смотрите, вот здесь можно даже вот так, опа, спуститься по камням до вот этой альтанки. И там полюбоваться отличнейшими видами. Ну или пофоткаться, как хотите. В общем, посмотрите, какая красотень. Итоги. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Оперативный зал, боевой пост, столовая, комната отдыха и многое другое А также выставка артефакта Второй мировой Коллекция противогазов, дозаторов и прочих экспонатов времен Чернобыльской катастрофы И даже собственный 14-метровый колодец В общем, место это явно не оставит никого равнодушным Но возвращаясь к князьям, сразу после бункера вы увидите вот такой деревянный настил Который ведет к подъему на самую высокую точку парка Слушайте, тут довольно живописно, вон памятник Ольге стоит Тут у нас еще одна беседочка и пошла деревянная лестница наверх Смотрите, ну как я и говорил, все старенько, но очень и очень мило На вершине скалы воссоздана деревянная средневековая крепость Примерно так выглядел коростынь во времена княгини Ольге Овенчая скалу памятник князю Малу, который, как я уже говорил, возглавил восстание В ходе которого был убит князь Игорь Ну что, друзья мои, мы на самой вершине Это князь Мал, точнее памятник ему Ну и, собственно говоря, прекрасный вид на весь парк, который мы с вами сегодня досконально прошли Всем рекомендую сюда приезжать Ну а мы начинаем выставлять оценки коростыню и подводить итоги Поехали! Итак, дороги Дороги в городе не слишком хорошие, но и не слишком плохие Ставим оценку удовлетворительно Туристическая привлекательность Однозначно для такого маленького городка коростынь имеет все, чтобы привлекать тысячи туристов Достопримечательностей более чем хватает Пятерка Ухоженность Конечно, нельзя сказать, что город запущен Коростынь далеко не самый депрессивный город Однако проблемы, конечно, присутствуют, в том числе и в парке Оценка 3 Экология В городе есть машиностроительные и химические заводы, а также завод МДФ Однако данных о загрязнении я не нашел Между тем, Житомирская область в целом довольно благополучная в экологическом плане Поставим четверку, если местные жители не согласны, напишут в комментариях Транспортное сообщение От Киева до коростыня добраться просто, а значит ставим высший балл Чистота В целом город довольно чистый, но мусор на траве в виде упаковок из-под чипсов, например, все-таки присутствует Ставим 4 с минусом Оживленность Несмотря на небольшие размеры и небольшое количество населения, видно, что коростынь живет Это ощущается Пятерка Туристическая инфраструктура В городе есть несколько отелей, а вот квартир по сдачу на сервисах посуточных апартаментов нет ни одной Кроме того, нам показалось, что не хватает ресторанов хорошего уровня В этом критерии мы хотели поставить 4 с минусом, но один минус уже был, поэтому по справедливости 3 Общественный транспорт Кто давно смотрит наш канал, прекрасно знает систему оценивания городского транспорта Ну а кто не знает, может посмотреть другие ролики и ознакомиться Долго останавливаться на этой теме не буду, 2 балла Тротуары Долго думали, что поставить за тротуары, но все-таки они в коростыне ниже среднего Даже на главной улице города есть существенные проблемы, поэтому только двойка Туристическая навигация Вообще ее не то чтобы много, и она по сути есть только в парке Но учитывая размеры города, а также то, что парк большой и, можно сказать, градообразующий Мы решили поставить четверку с минусом Только, конечно, нужно исправить QR-код около Рады Наше общее впечатление Коростынь нам понравился Это город, который не воротит частокол заборов, не заставляет себя солнечными батареями, а живет посредством Скромненько, как умеет, но он какой-то не испорченный и этим очень располагает к себе Однозначно рекомендуем к посещению Пятерка Наконец, бонусы и штрафы Мы даем бонус за привитых, стерилизованных и чипированных бродячих собачек Это важно Дали бы бонус и за парк, если бы он был в лучшем состоянии, чем находится сейчас А сам по себе он, конечно, очень крутой Что касается штрафов, то чего-то сильно критичного мы не обнаружили Есть пара заброшек, но где их нет Поэтому сегодня редкий случай без штрафов Таким образом, плюс 0,1 и итоговая средняя оценка Коростыня 3,85 балла Для маленького города это просто отличный показатель Посмотрите полную турнирную таблицу нашего проекта по ссылке в закрепленном комментарии И убедитесь в этом сами Друзья, это был 50-й город, который мы посетили в Украине в рамках нашего проекта На этом у нас все Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали Русский в Украине из Коростыня Пока Пока-пока Продолжение следует...